Редакция телеканала предупреждает. Не пытайтесь повторить все увиденное. Это может быть опасно для здоровья. Редакция телеканала предупреждает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Недавно я встретил своего приятеля, вернувшегося из Таиланда, из какого-то ретрита. И, надо сказать, я его просто не узнал. Был тучный, обрюзгший, все время сонный. А теперь на меня смотрел стройный и подтянутый человек. Глаза горят. Курить бросил, пить бросил. Что с тобой случилось, дружище, спрашиваю? Влюбился? Отвечает, нет. Почистился. Прошел курс детокса. Я, конечно, сразу подумал. А что если все мои болезни от зашлакованности тела и души? Значит, нужна большая чистка. Нужен детокс. Настало время испробовать его на себе. Детокс-ретрит, детокс-воркаут. Я стал узнавать, что это такое. Оказалось, детокс – это не просто модная фишка для манекенщиц. Это генеральная уборка организма, периодически нужная каждому из нас. С этими мыслями я и отправился по следам своего товарища из Таиланда. Тайские врачи считают, можно сколько угодно пичкать тело модными препаратами, но если оно полно токсинов, выздоровления не видать. В современном мире организм просто разучился справляться с очисткой самостоятельно. Так, а чего пишут? Тайский традиционный медицинский исследовательский институт. Название солидное. Многообещающее. Я здесь, чтобы поставить диагноз и назначить план лечения. Здрасте, доктор. Меня зовут Андрей. Здрасте. А вас? Нанто Вуд. Что с вами? Проблема в том, что вот организм хочу почистить. Про детокс слышали? Да. Давайте я вас посмотрю. При сильной зашлакованности ваш организм отравляет сам себя. Проявляются аллергические реакции. Сухость кожи, вот как у вас, желтизна. В дальнейшем может развиться поражение всех внутренних органов. Механизмы саморегуляции организма нарушены. Ничего себе. Этого я никак не ожидал. Я прям почувствовал, как мои внутренние органы сжались и начали отказывать один за другим. Где же я успел насобирать столько токсинов? Не курю вроде. Возле вредного производства не живу. Страшно мне что-то. Так, вот это моя карта, карта моих тайских болезней. Назначения были вполне традиционными. Строгая диета, ничего жирного, горького, соленого и острого. Фрукты, овощи, пить побольше воды, травяной сбор, два раза в день и тайский массаж. Как-то удивительно. Он умудряется нащупывать самые какие-то болезненные точки. Тут же в них попадает и начинает давить. Вот опять попал сейчас. Или у меня все точки болезненные такие. Болит. А суть экзакуции в следующем. Доктор, надавливая на определенные точки, стимулирует работу органов. Боль, как лакмусовая бумага. Тем больше орган нуждается в лечении, тем больней. После постановки диагноза и массажа доктор отправил меня в спа-центр на реке Квай. Для большинства тайцев среднего класса посещение таких центров – это еженедельный ритуал, как для нас бани. Люди приезжают сюда из Бангкока на выходные, чтобы отдохнуть от большого города и привести себя в форму к началу рабочей недели. А вы со мной будете? Поплывете со мной? Да. С двумя русалками тайскими. А сейчас я поплыву. А что написано? Смотрите, как смешно. Памятка, как правильно сплавляться, застегнуть гасценег между нот. Гасценег между нот. Как это вот? Кто это писал? Девушки, это вы писали? Нет? Кто писал? Двойку. Двойку поставьте этому человеку. Автомобильной дороги на курорт нет, нужно добираться по реке. Можно традиционно на лодке, а можно довольно оригинальным способом. Со мной две очаровательные попутчицы. Работают в туристической индустрии. Здесь на реке обычно отдыхают от туристов, но сегодня им не повезло. Зато повезло мне. Вы как русалки, знаете? Что? Как русалки, говорю. Русалки? Как девушки, которые живут в воде. После прогноза доктора о том, что скоро у меня один за другим будут отмирать органы, я себя чувствовал подавленным. Казалось, что сразу все мои болезни обострились. Но с такими попутчицами силы как будто вновь начали чудесным образом возвращаться в мою унылую плоть. Слушайте, ну что, мы можем прыгать? Можем. Давайте это сделаем. Прям что, прыгать что ли? Да. Ну давайте прыгайте. Я за вами. Хотите, я прыгаю? Я первый раз. Правда первый? Да просто. И вы тоже никогда не прыгали? Тоже. Я думал, это спасательницы, которые в случае чего будут меня доставать из воды. Оказалось, что они первый раз сами прыгают. Возможно, я буду спасателем. Я спасу. Оказалось, сплав в жилетах совершенно безобидное мероприятие. Ни тебе акул, ни пираний, ни крокодилов. Надо будет как-нибудь на работу так попробовать по Москве реке. Ой, красота. А знаете, как река по-русски? Как ты скажешь река, река по-русски? Река. 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 И ха... Река. И ха... Гуд? Гуд. Гуд. Хороший. 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 Ха... 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 Хороший. Ха... Ха... Хороший. Не холосый, а хороший. Ха... Хороший. 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 Андрюша хороший. Андрейс хороший. Ха-ха-ха. Ой, ну какие вы молодцы. А-а-а, приплыли наконец-то. Дамы, вылезайте. А я думал, не искупаюсь. Да и ладно, не искупался. Да еще с такими красотками. Давай, 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 давай. Эва. Ну да, я что, было бы грустно, если б не эти две. СПА-центр на реке Квай. Я думал, здесь будет так же тоскливо, как в клинике. Но здесь лечит сама атмосфера. Смотрите, какая красота вокруг. Уже от ее созерцания сразу как-то полегчало на душе. Оказалось, первая обязательная процедура – очистка кожи с помощью рыб. Отсечь, так сказать, все лишнее. И сколько здесь сидеть? Насколько терпения хватит? Надолго не хватит. Потерпи подольше и привыкнешь. Не шевелись, расслабься. Хорошо, я расслабился. Смотри, как надо. Не шевелись. Сейчас нормально. Сначала ты чувствуешь укусы, но потом привыкаешь. И знаешь почему? Потому что они питаются мертвой кожей, а живую не трогают. Процедура вторая – целый бассейн с экстрактом местных трав. Мне кажется, я таю, я становлюсь таким вот, как пластилин, как очень мягкая глина. Это все из-за этих источников. И это полезно? Для кожи, для тела. Прыщи уходят. Прыщи уходят? Ну, у вас нет прыщей. Потому что мы здесь часто плаваем. Надо лицо убить. Травы в этой ванне выводят токсины из кожи. Кожа начинает дышать, улучшается обмен. Все это явно заметно по моим спутницам. Я эффект пока оценить не успел. Теперь идем в ванну с чаем. Мне одному, пожалуй, много. Столько не выпить. А на троих, у нас сегодня чай втроем, на троих в самый раз. И вы знаете, это на вкус прям чай. Можно пить. И здесь китайский чай смешан с тайскими травами. То есть тут не только чай, но и трава. Да, трава от похмелья. Если ты выпил, и тебе утром плохо, то вот эту траву надо пить. Бассейн с китайским чаем – мощное противоаллергическое средство. Помогает при сезонных обострениях. Но мне больше нравится его опохмеляющий эффект. Что за сорт чая здесь используют, узнать не удалось. Секрет фирмы. А теперь попробуем кофейку. Ева, где вы? Мы здесь. Я иду. Но так же ведь не бывает, что целый бассейн был запомнен кофе. Причем кофе натуральный, реальный кофе. Прям пахнет кофе. И температуру… Вот я такой же кофе пью на завтрак. Надо молока добавить из сахара. Не щука. Дамы поделились со мной пакетиком молотого тайского кофе, чтобы использовать его как скраб. А затем мы погрузились в горячий напиток. Сначала все было хорошо. Но затем я почувствовал, что мне трудно дышать, сердце стало биться вдвое быстрей. Да что ж такое-то, а? Вот тебе и спа. Кто бы мог подумать, что это так тяжело? Вот этот детокс. У меня уже сил никаких лезть в очередной бассейн. У девчонок тоже. Они наотрез отказываются. Говорят, нет, мы не полезем, мы устали. Хотя казалось бы, ну чего проще? Пять минут посидеть в бассейне, получить удовольствие. После горячих бассейнов мне немного поплохело. Наверное, мой организм впитал слишком много кофеина из кофейных ванн. Вот и давление подскочило. Думал, удар хватит. Но, к счастью, для таких, как я, у них предусмотрен освежающий бассейн с прохладной водой. Апофеозом всех этих процедур является грязь. Говорят, обладает мощным омолаживающим эффектом. Грязь просто не успокоилась. Механическая. Извините. Определенно, даже после небольшого инцидента с поднявшимся давлением в бассейне с кофе, я чувствовал себя гораздо лучше. Даже, может быть, слегка надоел спутницам своим растущим энтузиазмом. Так, Мио и Эва. Давайте ваши руки и попробуем встать. Раз, два, три. Я такая смешная. Мио, Мяо, ты тоже смешная. И сколько? Пятнадцать минут. Ну, это нормально. Давайте сделаем фотографию про обезьян. Не хочу. Это хорошая идея. Ты обезьяна. Сам ты обезьяна. Ты тоже. Вот, групповое фото почти уже семейное. На память. Три обезьяны. Давайте. Ты закрывай. Я рот, а ты уши. Там только кажется, что Азия – это сырая рыба, острые соусы, жареные тараканы. На самом деле современные тайцы очень следят за тем, что они кладут в рот. Многие лечатся фруктами, некоторые из которых есть и в наших супермаркетах. Итак, натуральная тайская аптека для вас. В манго много витаминов, железа, фосфора. Оно полезно для сердца. Мы едим манго для пищеварения, при воспалении десен, но если сразу много съесть – пронесет. В нашей папайе много папаина. Он извлекает полезные вещества из пищи. Соком лечат укусы насекомых и ожоги. Семечками – пищеварительную систему. Папайе восстанавливает клетки мозга, улучшает циркуляцию крови. Туриан обеззараживает, повышает давление. В нем много серы, а сера борется со старением. Хорошо выводит шлаки. Это чумпу – розовые яблоки. Они нейтрализуют канцерогены, полезны для сердца при простудах, от давления и от микробов. Незаменим при детоксе. Кокосовое молоко выводит шлаки. Женщины кормят им грудничков, если своего молока нет. Оно борется с герпесом, снижает давление. В нем много витаминов и микроэлементов. Мы его пьем во время диеты. А сколько полезностей содержат фрукты, о которых у нас мало что известно, и названия которых мы иногда выговариваем-то с трудом. Джекфрут, драгонфрут, личи, карамбола, салак, нойна, лам-яй. Вот бы это все, да к нам народ лечить. Многое из этой тропической экзотики можно найти в их аптеках уже в переработанном виде. Вот аптека так аптека, вот это запахи. Не как в наших аптеках пахнет. Пахнет вкусно. Женьшенем кажется. Можете объяснить, что это? И что вы делаете? Это травы от газов в животе. Они очищают кровь. Это же вот то, что как раз и нужно. А можете и для меня приготовить, для меня? Рецепт. Рецепт нужен. В таких аптеках без рецепта корешков вам не дадут. Но кое-что все-таки получить можно. Эй, погоди-ка. Подарок для тебя есть. Тут суповой набор из тайских трав. Варить полчаса для очищения. Это мне. Подарок. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Вот что у меня есть. Лекарственная форма суп. Ну, тайцы дают. Пойду зайду еще куда-нибудь. Может быть, у них есть лечебный бифстроганов, а лучше лечебный гамбургер с лечебным майонезом. Чем вам помочь? Да, вы мне можете помочь. Мне нужны лекарства, которые очищают тело, чтобы шлаки вывести. Конечно. Вот, например, рейше, экстракт плодов. Один раз в день принимать. Сколько стоит? 2150? Ну, это же экстракт. На коробку уходит несколько килограммов рейше. И это удобнее, чем варить. Ничего себе экстракт. На наши деньги баночка стоит почти 4000. Это же целый курс тайского массажа. Это, конечно, здорово, но может есть что подешевле? Да, конечно. Вот это такое же действие оказывает, но это сырой материал. И это надо готовить сначала. Да, 20 штук на 2 литра воды варишь 20 минут. И пьешь. Да, а потом можно еще 2-3 раза заварить. И это стоит всего 150 бат. Совсем другая цена. Я возьму вот это. Попробую выпить все это, может, действительно поможет. Но быстрого эффекта ждать не стоит. А пока я решил вплотную заняться очищением кармы. Без этого нельзя. Решил обсудить это с доктором. Одна умная голова хорошо, а две лучше. А вот верите ли вы в, как бы это сказать-то, чтобы вы не засмеялись, в реинкарнацию? И что есть вот такая карма, как совокупность неких поступков, которые тоже определяют как-то жизнь человека, его будущую жизнь? Я просто собираюсь заняться кармой вплотную. Карма? Да, реинкарнация и карма. Вот что меня сейчас волнует. Волнует. Ну, смотри, это все, скажем так, жизненные энергии, пересечение каналов. Это все, конечно, используется в индуизме и буддизме. Да, я так понимаю, правильно? Да, 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 конечно, да. Ну, и, прежде всего, это одна из, так сказать, частей философии восточной, восточной такой, да, восточной философии. Прежде всего, чтобы верить в эти вещи, надо, наверное, верить, ну, в саму суть, скажем так, в Бога. Поэтому, веришь ты в Бога или не веришь ты в Бога, от этого и зависит, верить в тебя или не верить, применять это на себе, лечить, излечиваться, улучшать, контролировать и так далее и тому подобное. Вот, через вот такие философские понятия, да. Поэтому я думаю, что все-таки здесь, скорее всего, это психотерапия. Такое воздействие на свое собственное сознание. Вот, скорее всего, ну, конечно, можно каким-то образом улучшить общее состояние организма. Скажем так, через мозги, свои же мозги. Ну, вот, совершение хороших поступков, это же может улучшить самочувствие. Но, опять-таки, на каком-то... Правильно. Я вспоминаю, как говорила моя мама, главное не делай зла людям. Прежде всего, на делать добро. Поэтому добрые поступки совершать надо всегда. А злых поступков, соответственно, не совершать никогда. Да. И не надо будет потом отмаливать свои грехи. Ну, да. Наверное. Итак, официальная медицина не против добрых поступков и корректировки кармы. Хотя, как я понял, не особо в эти дела верит. Но попробовать стоит. В британских монастырях действуют так называемые ретриты. Места, где все желающие под руководством опытного наставника, гуру, могут приобщиться к монашеской жизни. Платить не надо, только по желанию. Но говорят, если не заплатишь, на улучшение кармы лучше не рассчитывать. Что и понятно. Профессиональным монахам надо на что-то кормить ненасытных монахов-любителей. Привет. Привет. Я смотрю, вы монах? Да. Как вас зовут? Лон Пийсо. Рад познакомиться. Я, Андрей. Можно руку пожать? Да. Да, Андрей. Мне бы с вами поговорить. Да. А где это можно сделать? Внутри. В храме? Да. Красиво. Это два будды, лежащие и сидящие. Да. Ручная работа. Красоты такой в жизни никогда не видывал. Я рассказывал монаху о своих проблемах. Монах по-буддистски терпеливо выслушивал мое нытье и предложил начать мой ретрит. Сейчас что-то будет происходить, даже не знаю что. Ага. Садиться? Садись. Отвесив троекратный поклон просветленному, благословенному, достойному Будде, Лон Пийсо увлек меня в короткое путешествие по монастырю. Мы идем медитировать. Я чувствую проблемы. Да. С ногой. Да, а еще чего? С головой? Ну, думаю, да. Пьешь? Чуть-чуть, немного. Что это он сразу пьет? Неужели по мне только это и видно? Сам тон тоже не выглядит абсолютно здоровым. Я вижу, у вас проблемы со ступнями, с ногами. Что с вами случилось? Я болею. Ревматизм. Монахи, оказывается, тоже болеют. Карма – штука сложная, изменить ее трудно. Если безобразничал в прошлых жизнях, заплатишь в этой. Но кое-что сделать можно. Для начала монах поведал о том, что ждет на том свете людей, невоздержанных в алкоголе. Меня имеет в виду. Говорит, им в горло будут заливать раскаленное железо. Я туда не хочу. О чем вы сейчас говорите? Чтобы не отправиться туда, мы пошли наверх, в зал для медитации. Наверху люди в белом, сидели в позе лотоса. Видимо, уже не первый час. Мы тоже уселись. Я надвинул повязку и начал бороться с бурным потоком сознания. Но, честно говоря, получалось не очень. Сначала ноги затекли, потом достала муха, потом кольнуло в боку, нос зачесался, потом вспомнил прутюг, который, как мне показалось, я забыл выключить, когда уезжал. Ну и так далее. И этот голос из динамико монотонно, зачитывающий на непонятном языке, непонятный, но должно быть, очень важный, цитатный из важных книг. Короче, хватило меня минут на 15. Совершенно невозможно ни сосредоточиться, ни расслабиться. Под вот это буб-буб-буб-буб. С медитацией ничего не получилось. В следующей части кто ходит к духам по утрам? В гостях у мамы золотое дерево. Бить или не бить? Подарок шамана. Наконец-то! Все-таки бить. Шокирующая Азия. Господи, да что здесь происходит? Странные обряды буддистов. Прям как в церкви. И день рождения в Таиланде. ХО-ХО-ХО! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...